Сегодня практически все про монтирование, начнем с Fustab, продолжим монтированием сетевых файловых систем, таких как NFS, Samba и еще будет утилита DD для создания образа. Мы с вами уже научились в общем-то монтировать, нам осталось научиться монтировать при старте системы. Мы создали новый раздел, мы хотим, чтобы он, ну то есть мы туда складываем какую-то важную информацию и мы хотим, чтобы после перезапуска системы, в случае ошибки или даже ручного перезапуска, чтобы эта файловая система автоматически монтировалась. Для этого у нас существует файл, в котором описано, что и как делать. Что мы видим? Давайте откроем чем-нибудь. Вот, с подсветочкой ниже. У нас набор столбцов. Первый столбец содержит в себе информацию о том, что монтирует, то есть какую файловую систему. Мы можем указать путь до устройства, допустим, DEV-SDB1, либо можем использовать уникальный идентификатор UUID. Расшифровывается как Universally Unique Identifier. Ну то есть это такой код, соответствующий определенному устройству, который с большой долей вероятности не повторится в ближайшее время. Вероятность повтора, по-моему, одна триллионная или что-то такое, судя по информации на Википедии. А второе, это куда монтировать. То есть мы помним, что у нас корень нашей файловой структуры, это касает черта. То есть в данном случае первая запись соответствует корню. Соответственно, дальше идет тип файловой системы нашей. В данном случае по умолчанию, когда, видимо, я устанавливал, я выбрал умолчание и Ubuntu взяла и начала использовать файловую систему BetterFS. Дальше следующий options, да, столбец. В нем некая содержится информация управляющая для файловых систем. В данном случае по умолчанию, если вы не знаете, что вам нужно, можно писать просто defaults. Defaults это, как бы сказать, ключевое слово для целого набора параметров. Сегодня не будем рассматривать этот набор параметров. Если вам любопытно, он есть, ну, расписан в Википедии, статьи FSTAP. Здесь может быть какой-то набор стандартных параметров указан, либо какой-то набор специфичных параметров для данного типа файловой системы. Следующий столбец Dump. Да, столбец Dump предназначен для использования с утилитой Dump. Эта утилита позволяет делать резервные копии, опять же, файловых систем. Потребно останавливаться не будем. Следующий столбец PASS. Он используется утилитой FSTK для проверки файловых систем и указывает приоритет проверки на последовательность. Стоится 0 это не проверять, единица это проверять в первую очередь, двойка проверять во вторую очередь. Стоится накорневая файловая система. У нее должен быть приоритет 1. У всех остальных приоритет 2 должен. Вот мы и разобрали структуру. Опять же, еще раз повторюсь, почему нужно использовать UID. Названия дисков соответствуют тому, как подключен физически жесткий диск к компьютеру. Если вы подключали новый диск или несколько новых дисков и при этом отключили свой основной, подключили в другой порт, у него будет другое наименование автоматически выдано при старте системы. Таким образом вы получите неработающий компьютер, потому что он не сможет загрузиться. И нам нужен некий идентификатор универсальный, не зависящий от физического подключения. И таким идентификатором как раз является UUID. Если использовать UUID, то вы гарантированно повторно загрузитесь с этого жесткого диска, даже если вы подключили его в другой порт. Соответственно, как узнать соответствие? Опять же, немножко повторяюсь, но думаю, это не будет лишним. У нас есть директория dev, диск и by что-нибудь, в частности by UUID. Если мы сделаем ls-l, то мы увидим, что чему соответствует. UUID соответствует физическому устройству. И мы можем его отсюда взять. Если мы используем lvn, то если мы сделаем lv-display, мы увидим UUID соответствующего логического тома. Hedge можно взять и подставить в файл Fistar. Давайте попробуем. Для этого нам понадобится раздел. Как посмотреть, какие физические устройства у нас были обнаружены? DF минус что? Не совсем, потому что DF нам показывает информацию или по уже смонтированным файловым системам. В дисков? Да. Чтобы посмотреть именно физические устройства, то мы делаем DF диск минус l. Мы видим, что у нас есть еще один диск sdb, но в нем нет разделов никаких. Как нам создать раздел? В диск. Сейчас скажу. В диск, да, это в дюб. Точно. Дальше. n. Соответственно, n. Не юный. Герем n. Дальше можем соглашаться на значение по умолчанию. До определенного места, конечно. У меня диск на гигабайт. Я хочу сделать два раздела. Соответственно, указываю первый сектор, соглашаюсь. Дальше у меня спрашивают размер. И я делаю 512 мегабайт. Окей, сделал. Что мне нужно дальше сделать? Еще один раздел, да? Да, но мы еще с первым не закончили. Ну, либо... Файловой системы? Да, если его создать. Это если уже сохранить результат. Да, если еще один, то... Вот правильно сказала девушка. Не помню, какие зовут. Лиза. Лиза? Алиса. Алиса. Алиса сказала, что нам нужно указать тип файловой системы. Завок ватт. И код. Код я наизусть не помню, поэтому L большое. Мы сделаем обычные линуксовские разделы. Это код 83. Окей. Чтобы проверить себя, буква P. Вот. Видим, что у нас нужно раздел сделать. Да, теперь мы можем сделать второй. Тоже пример. Он автоматом нам подставляет цифру 2. Первый сектор. Ну и здесь мы можем полностью оставшееся место занять. Тоже Enter. Опять же указать тип. И он нас уже спрашивает, да, для какого раздела. Для второго. И получили два раздела. И теперь мы это запишем. Отлично. Мы получили два раздела. Как нам на них создать файловые системы? И тут целый большой у нас набор есть. Мы хотим Xt4. Отлично. Сделали. Так. Мы хотели их автоматом монтировать. Опять же нам нужно узнать ее ID. Давайте один какой-нибудь диск. И гонки заниматься. adian комфорт. Да. дальше куда монтировать естественно у нас предварительно и должен быть создана директория куда мы монтируем тип файловой параметры default 0 0 чек тоже не надо окей добавим теперь можем выполнить команду mount минуса и будут смонтированы все файлы системы из файлов стоп естественно те кто уже смонтированы не монтироваться вот теперь мы можем проверить смонтировалась и нет команды а видим что у нас появилась на последней строчке смонтировалась соответственно как монтировать команды и mount где мы указываем путь оказывается можно монтировать по имени директории то есть быстро монтирование нет а юмонт конечно просто вот так мы можем если у нас есть запись в файле феста мы можем монтировать просто указывая путь на куда монтировать . это называется . монтирование указывает . монтировать точно так же юмонт и от монтировали без лишних деталей потому что все это тоже указаны файлы феста ну собственно все если мы сейчас перезагрузимся то она автоматически смонтировать так перейдем к разделу монтирования сетевых файловых систем буквально пару слов к двум распространенным у нас есть так называемая сетевая файловая система нфс естественно вам нужен сервер нфс то есть он должен быть настроен сейчас мы это разбирать не будем мы только обратим внимание именно на монтирование и есть еще самбо наверно более продвинутый вариант собственно нфс довольно старая вещь она позволяет легко и быстро монтировать сетевые папки с других серверов то есть они у вас будут выглядеть просто как папка на вашем сервере и вы можете туда писать читать и делать все обычные операции ее сила наверно в простоте это самое главное но некоторые считают ее устаревших хотя я так не считаю вполне рабочая система самбо более сложный продукт он позволяет более гибко управлять правами доступа он позволяет компьютерам с windows подключаться к этим директориям на вашем сервере и может даже выступать в качестве контроллера windows домена такие дела то есть нфс хорош но встроенный windows например если у вас бетроагенная сеть то встроенный windows клиент есть только в каких-то продвинутых версиях ось например там в enterprise версий которые стоят до значительных денег либо существует чуть ли не единственный наверное открытый бесплатный нфс клиент но он не слишком активно развивается другие клиенты либо платные либо какие-то непонятные окей соответственно здесь я уже конечно все поставил но вам понадобится дебе в основанных надо именно дистрибутивах установить нфс коммун пакет в нем уже будут утилиты для монтирования монтирование нфс после этого становится довольно таки тривиальным вам нужно тип нфс там есть третья версия есть 4 нфс 3 дальше адрес сервера и путь до директории и куда смонтировать конечно и давайте зайдем сначала директории и на будущее и так адрес у вас конечно может отключаться говорит нет нфс 3 ну просто нфс так а вот здесь возможно мне не запущен нфс сервер а тоже целый трагини шаг в сторону да что надо в том числе а м м м м м Продолжение следует... Так, наверное, надо было просто монтировать немного по-другому. Получилось, что я смонтирую самую верхнюю директорию. Вот, собственно, файл с другого сервера. И мы можем попробовать. Ну, видимо, из-за настроек сервера у нас нет прав на запись туда. Да, сервер попробуем. Вот. Работает. И теперь перейдем к самбе. Точно так, давайте, может, попробуем сделать автомонтирование. Хотя у нас оба еще были. Да, да, да. Можно... Да, да, да. Можно чуть-чуть просто про NFS-сервер. Вот вы сейчас со своими локальными компаниями, смотрели такую файл-систему на удаленном NFS-сервере. Есть какой-то... То есть, я не знаю, есть в этом, может быть, что было дело с любого компаниями, было достаточно странно. Как вообще NFS-сервер настраивается? Как вам дает первичный портал? Тема не сегодняшнего разговора. Ничего, хорошо. Кратко можно ограничить сеть, да, то есть, доступность из определенной сети, то есть, вы знаете, либо с определенного IP-адреса доступ, и можно ограничить права для разных пользователей, да. Ну, то есть, как-то так. Разграничение прав по пользователям работает как-то... Ну, то есть, там нет вот именно мощных возможностей для разграничения прав по пользователям. Ну, а если вы знаете, что монтироваться будет внутри локальной сети вашего предприятия, вполне можете ограничить просто по IP-адресам и по сети. То есть, там можно маску использовать. Вот. Самбо. Чтобы вам подключиться к самбо-серверу, вам нужен, допустим, для теста это SMB-клиент, тилита простая. А если вы хотите именно монтировать, то циф с утильс. Ну, это файловая система, которая используется именно сам. CSI, FS, наверное, CSI. Они у меня уже есть. Так что он мне что-то сказал об этом. И так. Протестировать, да? SMB-клиент. Клиент. Дальше. Лист. IP-адрес. Лист. 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 Там указано соответствие. То есть, скорее всего, если у вас, допустим, все-таки файловый сервер под Windows, то вы сможете использовать . Дальше нужно указать пользователя. У меня это SMB-пользователь, который, по-моему, нет пароля. А может и есть? Не помню. Минус N, но это без пароля. Ах, да. Вот мы получаем информацию. Мы видим рабочую группу, операционную систему, сервер, на чем работает. Название SHARM, да? SMB, например. Видно, да? SHARM и SMB. Что, если мы хотим поработать, да, с этим? Мы просто выбираем минус L. И... Что? 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 Вот так мы... Наверное, SHARM надо указать. Отлично. И здесь у нас есть целый набор стандартных команд. Ну, там, как стандартных, относительно. Допустим, можем посмотреть содержимое. Вот наш SMB-файл, который у нас есть на серию. Да, вот он. Попробуем смонтировать. что нам для этого надо нам нужен некий файл в котором у нас будет информация о том об имени пользователя и пароль пароль если не изменяет память единичка выделили быстро ну и зернем равно имя пользователя паспорт нам нужно установить права на этот файл чтобы доступ был только у пользователя и теперь идем в файл стаб здесь пишем путь до сервера куда монтируем тип файловой системы здесь пишем путь до информации пользователя через запятую добавляем параметры стандартные параметры на что это попытка автоматически монтировать шару на самбо сервере старте системы а и о м м смонтировался и и и и и и и Опять же, видимо, проблема в настройках сервера и только для чтения смонтируем. Давайте попробуем опять же создать файл там. Это что касается автоматического монтирования сетевых файловых систем. И последняя тема, касающаяся конкретно файловых систем. Это пара слов про решение проблем с ними, а точнее про утилиту FSK. В принципе, MAN достаточно подробная вещь. Тут много параметров, например, про то, как нам за раз проверить множество файловых систем. Это возможно, но практика не распространенная, поэтому, ну, редко кто так делает, но лучше проверять, наверное, файловые системы по одной. Что тут интересного, да, например, здесь интересны коды выхода. 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 128. Ребята решили заморочиться степенями двойки, только я не вижу 64 здесь. Как посмотреть коды выхода, мы поговорим буквально чуть-чуть попозже. Итак, попробуем проверить какую-нибудь файловую систему. Например, ну, одну из нами созданных. Оп. Оп. Оп, и все, да, то есть он говорит, что все чистенькое, все хорошо. FCK умеет понимать, что за файловая система там, ну, ей можно указывать, но она, в том числе, способна это понимать и использовать соответствующую утилиту для проверки. На, допустим, у нас там X4, и вот вызвалось стиле и ту и ту. Если мы, допустим, возьмем и смонтируем этот файл в стену. Ну, вот еще этот раздел, не знаю. И после этого возьмем и проверим. Он говорит, извините, что сделал смонтирован, я не могу проверить. Так, то есть вам нужно перепроверкой отмонтировать файловую систему. Угу. 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 дать еще раз правым окей мы выполнить естественно программа завершается с кем-то кодом выхода то есть но с информацией о статусе скажем так посмотреть его можно с помощью команды их доллар и мы видим 0 мы с помощью этой команды смотрим код завершения предыдущей команды можно взять выполнить это заведомо ну просто синтексически неправильную команду да у нас два раза а используете на править только один раз можно использовать посмотрим как выходе 8 идем в man смотрим что это значит это операционная ошибка не очень информативно конечно но примеры можно понять я же видно нет ошибок 0 1 ошибки исправлены 2 система должна перезагружить а что нам делать если мы хотим проверить корневую файл раздел на котором находится наши корень наши структуры 3 например данном случае нам нужно из до 1 проверить ну тут у нас какой-то битр файл давайте там поправим здесь у нас стандартный быстрее здесь вообще ноги он нам говорит нет не хочу тебя смонтирована мы видим хотим от монтирует устройство занят файловую систему никак не от монтирует естественно есть несколько вариантов вам либо придется взять загрузочный там компакт диск либо загрузочную флешку загрузиться в другую систему и же из нее взять и проверить либо есть другой вариант вам нужно загрузиться в такой режим этой же операционной системы в котором корневая система не смонтирована и давайте попробуем это сделать так мы видим наш приглашение граба загрузчика и чтобы нам отредактировать параметры загрузки использовать клавиши и получаем такой страшный набор команд нам нужна строка где у нас написано минус если я не ошибаюсь да скрылся и здесь с этим я постоянно буду сейчас мы найдем подходящий вариант нас пустил сразу едете под рукам и попробуем поверить не хочет видимо отстирал на комнате другом другой железки с батарея просто я не работал не не знаю детали дайте попробуем запустить другому вот здесь это одиночный 1 пользовательский режим я надеюсь здесь не батарею чтобы загрузиться клавиши в 10 ну куда остальные эти вот но так смонтирован другое все ребят мы можем указать до скрипта инициализации у нас есть базовая к это но здесь мы выходим за рамки конечно текущих текущей темы мы можем указать что выполнить в процессе инициализации системы мы указываем вместо обычного на что используется в код скрипта баш например бин баш взял выполнился еще до полной инициализации системы и естественно корневая файловая система у нас по идее не смонтирован она показывает смонтирование но тем не менее проверить мы ее можно минусов это параметры что принудительно запустить полную проверку вот она пришла это все что касается и фиски что можно сказать про поломанные файлы с тем если у вас есть возможность перед проверкой загрузиться с флешкой скопировать все нужные вам файлы лучше это сделать потому что в ходе проверки могут получиться ситуации когда у вас огромное количество файлов сложилось в директорию last and found идентификатором и чтобы вам это все разложить обратно может потребоваться огромное количество труда поэтому лучший способ если у вас сломалась файловая система но не совсем загрузиться с чего-нибудь смонтировать скопировать все нужные вам файлы и переустановить систему и обратно накатить нужные вам так и следующее то есть как таковой с файловыми системами мы закончили но сейчас поговорим про нечто близкое и закрыл что утилита dd для чего нужна утилита dd она копирует данные по битву жесткого диска последовательность данных прямо вот малик единичка и копируете куда чем от хорошо тем что то быстро вам не нужно заботиться копирование там какой-то служебной информации не знаю структуры директории и так далее просто берете и весь раздел сохраняете либо переносить а вам нужно сделать просто копию один в один содержимого на жесткого диска на другой жесткий диск запускаете dd отсюда сюда и получаете полную вообще абсолютную копию это и кроме того это значительно быстрее чем просто все копировать у меня даже была такая ситуация мне нужно было на сервере скопировать там сколько-то много гигабайт данных просто один в один я решил начали копировать файл файлов огромное количество и это а занимало много времени во вторых сервер с другого диска не запускался не надо было поменять диски нахте вроде ставил загрузчик там прописывал но она не работала потом не вспомнил про утилиту dd и скопировал данные во-первых несколько раз быстрее во вторых после подмены дисков они отлично запустили потому что загрузчик тоже скопировался потому что это копия побитого один ноги кстати мы можем взять нас есть уже раздела конечно об этом видимо вам надо заранее позаботиться то есть если вы собираетесь подменять диск то перед началом копирования вам нужно указать нужный вы можете загрузиться со старой системы нас подключены новым диском посмотреть ее айди приписать его и после этого там где уже после этого сделать копия на самом деле я вас обманываю да то есть можно сделать копию и уже на новом диске прописать то есть смонтировать и переписать потом перезагрузиться у нас вот есть 500 гиговые разделы можем сделать копию такого раздела место у нас есть а мы свободно 8 гигабайт у нас 512 раздел и так как работает утилита ddf простейшим вариант нам нужно указать откуда то есть input файл и нужно указать куда мы можем либо указать раздел либо можем все данные прямо в файл сложить это получится как резервная копия на раздел и так как диск быстрый вот мы получили копию понятно что чем больше данных тем дальше ждать еще быстрее потому что скорее всего меньше накладных расходов ты читаешь бит пишешь бит ну кому так тебя не нужно копировать структуру директории тену не нужно как там заботиться о мета информации таких служебных вещах связанные с работой файловой системы давайте попробуем теперь из этого файла накатить кстати у нас здесь 4 давайте посмотрим что у нас вообще нас дебе один то есть а мы для начала создадим конь файл теперь рекомментируем да и заново сделаем копию окей теперь раскатаем эту копию на другой наш раздел я надеюсь места там хватит 0 так все ну к сожалению оказалось так что у нас диска с DB2 меньше чем нужно не получилось но судьба я думаю что если бы она влезла все бы получилось да да ну о чем я и говорил до этого когда рассказывал о сервере то есть реально вы можете скопировать содержимое одного диска на второй единственное что нужно понимать что вы получите ту же самую структуру во первых больший раздел не влезет на меньше раздел да на меньше диск более во вторых если копирует там 500 гигабайтный диск на терабайтный диск получите такой же раздел 500 мегабайт на терабайтном диске то есть вам придется потом раздел расширять чтобы полностью занять то есть вы получите копию буквально один в один у вас был раздел на 500 гигабайт вы получите раздел на 500 гигабайт даже если максимальный объем диска больше точно также можно делать допустим из а копии компакт дисков давайте попробуем не помню и сидером нет сидером . из так и меня смонтировала у нас тут есть такая штука еще раз посмотрим содержимое вот некий файл но которые как бы сидером вот и сделаем из на 59 мегабайт о кейсом и сделали у нас мнт позволяет не из коробки что называется монтирует такие файлы минусу это опции то смонтировали он позволяет нам монтировать такие как бы файлы образов что детальнее не расскажем да этот параметр позволяет нам смонтировать и софа мы создали образ смонтировали ради интереса можем ли мы смонтировать там образ файлы систем вот смонтировалась да 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 причем вот этот вот кстати файл возможно он даже попробуем записать туда что он нам не сказал что это только для чтения фактически вот этот наш образ который мы сняли с файлы стены его еще писать и вот таким образом теоретически можно не помню последовательность команд честно у нас в линоксе в качестве для подкачки используются разделы обычно вот таким образом можем создать подкачку на файл но если хотим ну я говорю что четко я вам не скажу как это сделать но фактически мы можем сделать вот такой образ и потом сделать из него файл подкачки да то есть перемонтировать в системе как свой раздел это все что я хотел вам сегодня рассказать если у вас есть вопросы по сегодняшней теме то я готов попробовать на них ответить да вопрос а если чисто в теории причем дд снять у вас разделы с виндом и попробовать записать на диск будет хорошо или не очень хей будет параллельно да я же говорю что вы копируете не логическую информацию на которой на диске находится а вы копируете нули и единички в одном месте нули и единички взяли в другом месте нули и единички положили у вас получилось просто идентичная копия ну там зависит зависит если вы положите на чистый диск то я думаю что нет да если у вас есть некий загрузчик уже и вы хотите положить windows в раздел да то ваш текущий загрузчик не будет ничего знать а вот этот тон загрузчики и вам все равно придется совершать какие-то дополнительные действия но если один в один то пожалуйста да то есть вы можете загрузиться с флешки сделать куда-то ну не знаю на эту же флешку если объем позволяет образ и раскатать потом на другой диск да чисто все у вас все получите а проверяет утилита на ну по запись проверяет хорошо записала или это просто допустим не получилось записать по идее если пойдет какая-то ошибка то утилита должна вам сообщить да то что я не смогла во-первых да во-вторых вы можете посмотреть как бы вот здесь скорее всего будет указ вот смотрите да наша ошибка например во-первых он сказал вот места не хватает во-вторых он показал количество как бы секторов скорее всего секторов да который он считал который записал буквально одного фактически не хватило вот а там где все хорошо он показал что все хорошо то есть она фактически я думаю не проверяет но тем не менее если есть какая-то ошибка она вам сообщит об этом можно между разделами да вот как я здесь пробовал сделать более того есть например такое виртуальное устройство devzero она просто генерирует нолики и вы можете вам нужно просто создать файл заданного размера и вы можете взять эти нолики и вы можете взять эти нолики и вы можете потолкнули и записать файл у dd есть параметры которыми можно указать ну какой объем файл нужно создать это будет вашим домашним заданием почитаете мам и попытайтесь сделать файл там размером 10 мегабайт ну а смотрите с помощью dd вы не можете скопировать какую-то директорию вы можете скопировать раздел если то есть это именно манипуляция на более низком уровне если вам нужно просто файлы скопировать конечно вы копируете напрямую файл если вам нужно скопировать раздел или создать образ компакт диска вы используете dd а вот мы через самбо клиент входили получается на самбо сервер а вот эта утильта она в доменах как ты в директоре мог входить в виндовский домен чтобы linux система вошла в виндовый домен честно не знаю не знаю то есть вообще обычно в linux да опять же делая шаг в сторону используется удап сервер в качестве управляющего на где можно создавать пользователей они будут видны на всех linux машинах ну при соответствующей конфигурации что касается самбо ее идея именно в том чтобы в гетерогенной сети а когда у вас есть и linux машина и windows машина в течение даже не так если у вас главный сервер на linux и вы не хотите ставить покупать например windows сервер для этого вы можете поднять контроллер домена на самбо да такой обман windows машин да если можно так сказать да что обычный виндовый домен с активной директорией закрывает закрывает guidance ünf сервер он так у Продолжение следует...